Я передаю слово Владыке Корнилию, настоятелю Русской Православной Старообрядческой Церкви. На Украине, как мы знаем, живет большое количество старообрядцев, а Владыка Корнилия, я еще раз благодарю за личное участие, за... Нам очень хорошо известна ваша позиция по Крыму, вы были одним из первых, кто заявил ее очень жестко. Сейчас вы сразу и однозначно осудили проявление нацизма на территории Украины. Уважаемая Ольга Викторовна, Всех тех, которые здесь собрал в этом зале Господь, в эти трудные военные, так можно сказать, дни, конечно, нам нужно единение, нужна нам помощь Божия. И если говорить о том, что Церковь все-таки должна быть далека от политики, и у апостола сказано, что не есть власти, а еще не от Бога. Но если эта власть, как на Украине, отрекается от Бога, то Церковь, конечно, ради мира, ради сохранения жизни на земле, ради того, чтобы сохранить души тех, которые погибают, обязаны говорить, проповедовать Самвона о том, что мы должны отстаивать мир. Вспоминается, как преподобный Сергий Радонежский, когда к нему пришел перед Куликовой битвой князь Дмитрий Донской, первый вопрос задал ему, а все ли ты, княжи, сделал для того, чтобы это дело кончить миром? Он сказал, все сделал, как и сейчас вот мы сделали, и Лавров, и другие, все сделали. Тогда иди, я тебя благословляю, на бой, дай своих пересвета, ослябу иноков, которые мужественно пали на опоре брани. Вот это тоже для нас вдохновение, пример, как святой, который молится сейчас за нас, за русскую землю, за русская земля православная, она объединяет и Украину, купель православия и Белоруссию, славянские народы. Это важна нам сейчас вот помощь, помощь тех, которые сейчас там на небе, в Царстве Божьем, молятся о победе православия, о победе мира, добра, справедливости. Мы видим, к сожалению, что последние годы идеи нацизма владели многими умами на Украине, и в том числе в некоторых странах Европы. И самое печальное, что эти идеи нашли поддержку там, на государственном уровне. Не хочу никого осуждать, надо понимать, что превосходство одной нации перед другой – это великое зло. Апостол говорит, несть елен, несть иудей, нет обрезанный, необрезанный, варварский, в раб свободный, но все едины в Боге, во Христе. И богопротивное нацистское мировоззрение привело к геноциду, к физическому устреблению русских на Донбассе, Луганске, на Украине. Жертвой массового террора стали мирные люди, старики, женщины и дети. Власти Украины могли бы остановить это безумие, ведь, как сказано апостолу, что не напрасно начальник носит меч при бедре, то есть он может силой влиять на себе, но этого, к сожалению, нацистские власти не сделали. Они, организуемые так самым Западом, который, можно сказать, толерантный, попирают все нормы христианской морали. И вот наше заявление, в частности, вот нас, русских, православных, старообрядцев, говорят, прекратите, одумайтесь. Это относится прежде всем к тем, которые сейчас воюют, воюют против мирного населения, прикрываясь как щитом. Одумайтесь, прекратите, сложите оружие. Никогда не поздно покаяться, и нет того греха, который бы не простил Бог. Этот призыв особо актуален нам, православным, сейчас в Великом Посте, вот когда мы должны усиленно молиться за мир во всем мире, за прощение своих, конечно, грехов, потому что это очень важно, и начинать, конечно, надо с себя, потому что зло иногда это и в нашем душе, в наше сердце. И если мы будем побеждать себя, как говорил Фёдор Михайлович Достоевский, если хочешь победить весь мир, победи себя. То есть мы будем побеждать себя, вот этих бесов, шайтанов, и изгонять от себя, то будет и побеждать рядом мир. Наше дело – молиться. В первую очередь те, которые здесь собрали, эти духовные лидеры, первой – молиться к Всевышнему, к Создателю, нам вот к Иисусу Христу, к Георгию Победоносцу, который защищает наших воинов, к преподобному Сергию Радонежскому, молиться за то, чтобы победил мир, чтобы восторжествовала свобода, спокойствие на нашей общей русской земле. Мы молимся на панихидах, которые сейчас проходят в Великом посту, это заупокойные, на поле брани убиенных, за их, вот так и Сергий Преподобный молился, когда была Куликовская битва, вот он молился, даже называл имена, и мы тоже молимся. Ну и хотел бы сказать, что мы должны верять себя в руки Бога. Бог творит всё ко спасению, мы должны это верить, какие бы трудные ни были испытания, но всё Бог делает к лучшему. Вот уповать надо на Его благой промысел. Сказано в Евангелии, «Як даже услышите брани, как вот сейчас, и нестроение, не убойтеся, подобает по всему быть». Всё действительно в руках Божьих. Сейчас, я думаю, что вот эта схватка, схватка добра и зла, по сути, Бога и дьявола, это, может, глобальный, тектонический процесс хода мировой истории, который мы поймём, наверное, позже, потому что лицом к лицу лица не увидать, как сказал поэт, большое, а сейчас очень большое происходит, видится на расстоянии. Вот это, можно сказать, в какой-то мере, эта схватка, репетиция, что ли, последний схват, который будет между Богом, это Армагеддон, который называется, но сейчас нет, вот это, я думаю, что всё-таки божественная сила, свет, добро обязательно победят. Вот эти силы тьмы, лжи, вот эта империя лжа, конечно, лжи будет попрана. И, конечно, молитва наша должна быть и за воинов, но и в то же время я призвал за нашего президента Владимира Владимировича Пучина, как ему сейчас трудно, какая нагрузка, какая ответственность, представляете, вот что он сейчас, вот эти вот месяцы, вот это, как ему, как вот всё это, ему нужна опора, опора духовная, нужна молитва, наше подкрепление. Вот призываю, конечно, тоже вот нашу молитву усилить для того, чтобы тоже поддержать его в эти трудные, для него и для нас всех ответственные дни. И я надеюсь, что наше дело правое, как здесь говорили, мы будем, будем обязательно великой нацией, как это и было раньше, будем великим союзом, великой империей, так можно сказать. И последнее, я хотел бы несколько слов сказать, вот как поэт о нашем возрождении говорит, вот подождите, Россия воспрянет, снова воспрянет и на ноги станет, впредь её Запад уже не обманет цивилизацией дутой своей, встанет Россия, да встанет Россия, очи откроет свои голубые, речи начнёт говорить огневые, мир преклонится тогда перед ней, встанет Россия, все споры рассудит, встанет Россия, народности сгрудит и уж на Западе больше не будет брать от негодной культуры Росток. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ